МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подъехать к пылающему дому оказалось не так-то просто. Мало того, что узкие проезды частично перекрывают сугробы, так еще мешали и припаркованные у обочины автомобили. Пожарным вручную пришлось освобождать себе дорогу. По словам соседей, которые и вызвали спасателей, пожар в коттедже начался на втором этаже. Ну, вообще, наш работник, как бы, заметил. Он сразу нам сказал, мы уже вызвали пожарных. А в этот момент уже сильно полыхало? Да, уже сильно. А где горело? А вон там, в конце. На втором этаже? Да, на втором. На втором этаже сначала более-менее, так дым, а потом уже огонь, все. Столь стремительное распространение огня объясняется просто. Дом фактически полностью построен из дерева. Через четверть часа весь коттедж превратился в огромную топку. Соседи сразу же предупредили пожарных, что хозяин дома может находиться внутри. На постоянное место жительства молодой человек перебрался сюда чуть больше года назад, когда умер его отец, а добротная усадьба досталась мужчине в наследство. Правда, хабаровчанин хоть и жил здесь, но ночевал дома не всегда. Проверить, есть ли внутри люди, возможности не было, да и приступить к тушению огня тоже. В первую очередь необходимо было обесточить дом. Кстати, скорее всего, именно электричество привело к пожару. Как рассказали соседи, не так давно этот дом отключили от централизованного отопления. Вероятнее всего, хозяин согревался при помощи электронагревательных приборов. А чтобы отапливать помещение таких размеров, одним обогревателем не обойдешься. Площадь возгорания спасатели оценили в 500 квадратных метров. Через несколько часов произошло обрушение второго этажа. На этом пожаре расчеты работали всю ночь. К утру судьба хозяина все еще не была известна.